Мы рады, что вы сегодня вместе с нами, потому что этот вечер для нас не просто вечер, это не просто очередной спектакль. Мы заранее подумали о том, что назрел момент, когда необходимо поговорить. Ведь людям, которые любят друг друга, всегда есть что-то сказать, о чем-то поговорить, задать какие-то вопросы. Итак, вашему вниманию режиссер этого спектакля Ильгар Сапат, актрисы нашего театра Мария Дубовинская, Фарида Нестеренко, Тамила Удалыбова, Ольга Арсентьева. И, конечно, любимый Валентин, человек-легенда, человек-звезда, красивый артист, красивый человек Мурад Егизар, творчество которого вам известно. Так, ваш вопрос, представьтесь. Можно и вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алла. У меня нет вопросов к Мураду Егизару, я просто хочу поблагодарить за то, что он, живя так далеко, все-таки нас не забывает, приезжает на свою родную сцену и дает нам возможность видеть его, радоваться и восхищаться его талантом, какой был смолдот, такой до сегодняшнего дня. Спасибо вам. У нас сегодня пусть из Израиля бакинцы, которых не принято считать бывшими. Бакинцы, это всегда бакинцы. Представьтесь. Меня зовут Александр, я попал сюда случайно на съезду азербайджанцев мира, и вот по поручению общины бакинцев со святой земли мы хотим тебе передать самые лучшие пожелания и самые большие тебе пожелания. Вот той женщиной, которая тебя очень любит, которая тебя очень ценит, и которая много раз была с тобой на этой сцене, от Дины Иосифовны Камакина. Огромное спасибо. Это была моя любимая подъездка, в которой сидел очень много раньше. Спасибо. С последней недели назад мы делали вечер встреч с Диной Иосифовной, и практически в половину вечера она поспятила нам рассказы о этом театре, о Гюле и о тебе. Так что, пути Господни неисповедимы, но мы все-таки надеемся, что тебя занесет и в наш город. Спасибо. Ну, вы бы сказали, для всех присутствующих из какого-то города. Я из города Иерусалима, и я сейчас выполняю функцию в Иерусалиме руководителя отделения общества «Дружба с Азербайджаном». Мы пора считали вечером. И так сам президент встретить с нами, он несколько дней назад сказал, что он прилетит. Так что тебе тоже пора ехать. Собирайте. Добрый вечер. Зовут меня Султан Ашафа. Вы, как всегда, были прекрасны, господин Никазаров. Если бы вам предоставили шанс сыграть еще раз «Сайдаре» в Ашимал-Алан 21 века, вы бы сыграли это еще раз? Я сыграл Сулеймана, не Сайдар. А, Сулеймана. Очень снять. Еще раз. 21 века. Ашимал-Алан 21 века. Вы бы сыграли еще раз? Вы знаете, в два раза в одну воду не входит, в одну реку не входит. Поэтому... Но в другом сценарии. То, что было сыграно, по-моему, повторять ничего не нужно. То получилось, получилось. Если его признал зритель, значит, это состоялось. Если нет, ну, значит, нет. Ага, спасибо большое. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Адель Алина. Вот такой вопрос. Вы вновь лет уже не живете, я в Азербайджане, живете в Германии, как мы знаем. Скажите, вы занимаетесь творчеством на новом месте? Чем вы занимаетесь там? Нельзя сказать, что я живу где-то в другом месте. Я бакинец от рождения и до, наверное, последнего дня останусь бакинцем. Сила обстоятельств. Так получилось, что я уехал туда для того, чтобы дочь поступила в университет. Там мы задержались, там жена стала работать. В общем, и я остался между двумя странами, между двумя городами, любимым Баку и прекрасным городом Мюнхеном. Дело в том, что я там, в театре, конечно, не получилось работать, потому что там это очень сложно, все связано с языком. Причем, они говорят, должен быть Hochdeutsch, то есть высокий стиль немецкого языка, а язык, как у нас говорят, хатарам-хатарам, он там неприемный. В кино мне удалось сняться в трех фильмах у хороших режиссеров. Я сыграл главного обвинителя на юридском процессе от Советского Союза полковника Рогинского. Я сыграл министра не все равно промышленности Азербайджана в немецком фильме «Под подозрением». И снялся в фильме у нашего молодого, тогда он был студент, заканчивал Академию кино в Керни, у него в фильме. И вот сейчас идет проба на новый фильм, кастинг на новый фильм «Стрела попадает в цепь» на «Баварий фильм». Так сказать, это все, что есть. Очень сложно, конечно, потому что тот агент, который мной занимается там, мне сказала, она владеет немножко русским языком, она сама чешка, она мне сказала, о, господин Мурак, если бы, Хачи Мурак, она сказала, если бы вы знали язык в той мере, которая должна быть, вы не были бы ни один день свободны на работу. Но, к сожалению, язык, это язык, они не снимают так, чтобы потом озвучивать другим актерам роль. То, что снимается на площадке, все это идет в фильме. Я ответил на вашу вопрос. Спасибо, спасибо. Значит, Мурак, у нас вот есть еще маленький актер, он тоже хочет кое-что вам сказать. Меня зовут Дорбаса Гафлан. Я очень хочу быть артистом, как вы. И я очень хочу получить вашу книжку, но у меня нет купона. У вас нет купона, но у вас есть книжка. Спасибо большое. Спасибо, Мурак, что вы здесь, и мы хотим вас часто видеть на нашей сцене. И чтобы каждый раз, ну, конечно, есть и другие режиссеры, и эти постановки ставил наш Игар Сахар. С удовольствием. Спасибо. Я люблю этого режиссера. Я люблю этого режиссера. Мне повезло работать с ним. И мы стали друзьями. Я снял сейчас у него в фильме Ичарь Ичая. Правда, небольшой роли, но сам факт нашего творческого союза, он сам за себя говорит. Я думаю, что нам еще предстоит, Бог даст, как говорят, дай Бог нам здоровья, чтобы была возможность встретиться еще раз. Или на площадке творческой, сценической, или же кино. Кто-то видел этот фильм? Я спросила, кто-то уже посмотрел фильм из наших гостей сегодняшних? Никто не видел, да? Добрый день. Саврина Изабела. У меня такой вопрос. Уважаемый, большой артист, мрад. Скажите, пожалуйста, из всех сыгранных вами ролей, какая наиболее близка вам по духу? Вот что ближе вам по сердцу? Вот какая роль, может быть, где-то и вы есть в ней сам. Потому что я смотрела сегодня, я не первый раз смотрела сегодняшний сектак. И когда вы говорите про одиночество, это настолько близко мне вот по духу, что как будто бы я тоже с вами рядом стою и ощущаю все, что вы говорите. Что-то у меня так случилось, что-то я одна в жизни осталась. Поэтому хочу спросить, а вот вам что ближе из всех ролей? Вы знаете, актерская судьба, она так устроена, что актер человек подневольный в общем. И все зависит от обстоятельств, все зависит от того места, когда вовремя он попал, вовремя встретил своего режиссера, повезло ему, я делал его данные. В общем, так сказать, там конгломерат всех-всех качеств. Дело в том, что нельзя сказать выборно о той или иной роли, потому что каждая из них – это кусок моей жизни. Это кусок пережитого мною, найденного мною, замеченного мною, собранного мною. И каждому отданы силы, здоровье, время. Лишаешься всего жизни, потому что, так сказать, вся наша работа в основном проходит вечерами. И все события, которые происходят в жизни – свадьбы, дни рождения, сборы с друзьями и так далее, и так далее. В общем, так сказать, фактически мы, актеры, почти лишены этих возможностей. Но сказать о том, что какая-то из ролей самая любимая или самая запоминающаяся – это сложно, потому что каждая из них – это часть меня самого. Ну, у нас в театре было большое количество ролей, а сыграно почти около 200 ролей в театре. Там были и Муртимер, там был Кристиан, там был Шейх-Санан, там был Шерзат. Там было очень много-много-много ролей. А в кино были и Сулейман, и Шерзат тоже, и Пасрок Милеев, и Бабет Малин, Мамун, Халин. И, в общем, так сказать, каждая из этих ролей – это кусок моей жизни. Но путевку мне в кино дал фильм «Аршин Малман». Потому что «Аршин Малман» – это роль по духу близкая мне и по национальным, и по внутренним параметрам. Она близка моим родным, моим родственникам, моему Баку, моему Азербайджану. И поэтому она является, так сказать, отправной точкой, что ли, которую принесла мне очень много в жизни балета. Добрый вечер. Я Роза Абдулайна Харбор. Я Клиная Бакинка. Я вас помню еще, когда вы были молоды. Ну, я была тоже молодая. Так что я просто хочу вам пожелать здоровья. Ну, счастье, счастье у вас есть. Как вы сказали, у вас… Вы на сцене, это ваше счастье. Здоровья вам. Всегда будьте на сцене. Радуйте нас. А мы будем приходить и просто вам аплодировать. Спасибо. Спасибо вам. Я добрый вечер. Здоровья, рады. Илья. Илья, трудно было работать с таким метром, как наш Мурат Мегизаров. Вот ставить все это. Очень трудно было. Он же все-таки профессионал. Своего дела. Спасибо за вопрос. Нет, это было не трудно. Это было большое счастье. Большая удача для меня, как бы, человека, например, режиссера, встретить такого дающегося нашего артиста, поработать с ним. И Мурат Магизаров, который доверяет режиссеру и обогащает спектакль своим доверием, своем участием в работе. Потому что, ну, разный бывает артист. И доводилось работать с таким, кто, наоборот, разрушает то, что ты хочешь создать, сопротивляется и, в общем-то, вызывает массу негативных каких-то эмоций. Но Мурат Магизаров, наверное, это было действительно большое счастье. Мы даже как бы и как-то не заметили, как работают. Потому что у нас действительно какие-то дружеские отношения сложились. И нам не нужно ничего, да, друг другу что-то объяснять, что-то как-то говорить. Там был полный тандем, полный взаимопонимание. И я часто был пригласить на небольшую роль, но очень такая яркая вот в свой фильм. И чай-чай недавно был в прокате у нас. И я уверен, что у нас и в будущем будет обязательно совместная работа. Для меня это большая удача, повторюсь, и большая радость. Спасибо. Я хочу добавить к тому, что сказал Илья. Дело в том, что вот я сказал до этого, что судьба актера иногда зависит от того, с кем он встретился, с кем он поработал и так далее. Мне повезло с режиссерами, мне повезло в творчестве, с работами с большими актерами и в театре, и в кино. А вот на, нехорошо так сказать, на закате своей жизни, это немножко может звучать нехорошо, но в определенном возрасте, что ли, к сожалению, поздно я встретил такого человека, как Ильга. Мы с ним, он сказал правильно, мы с ним не надо было лишних разговоров, все было понятно полуслова. И я надеюсь, что у нас еще впереди много будет совместных работ, потому что я верю этому человеку, я верю, что он много доброго сделает для нашего театра, и если мне посчастливится еще раз работать с ним, я это восприму как с радостью большую. спасибо тебе большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь у нас еще вопрос, представьтесь. У меня к вам будет вопрос. Когда, где и как вы поняли, что вы должны быть именно в театре? Я заканчивал, учился в детятом классе, когда меня случайно совершенно пригласили в школе на 2-3 маленькие работы в кружке. Но это все воспринималось не очень серьезно, потому что я занимался спортом, я был боксером, был чемпионом республики по боксу, и, так сказать, у меня впереди светила карьера спортсмена. И совершенно случайно, когда заканчивал школу, на спектакль по просьбе моих родителей пришел наш родственник Алиска РФ-1, наш корифей, народный артист Советского Союза, лучший исполнитель шекспировского репертуара, наш Багиф великолепный, наш Джаваншир, наш Ателло. А с детства я с родственниками ходил на спектакль в Аздрану. Так что это все... Но это было все отстранено. И когда он пришел на спектакль, где я дал жид, Дмитрия, посмотрел и сказал на нашем семейном собрании, что в тебе, сынок, я вижу свою молодость, это каким-то образом, это уверенность его, она повлияла на то, чтобы я проникся каким-то желанием. А еще плюс к этому он меня повел на главную роль, на дальние берега, на роль Михаила. Я снялся в пробе, и оказалось, что я очень молод, в 18 лет, не мог играть эту роль. Но я там сыграл маленькую эпизодистскую роль партизана. Так мне повезло. С Алискерами первым я сыграл в Мачехе и Великой Коре. Ну вот, это, наверное, тоже имело большое значение, потому что я работал рядом, плечом к плечу, с таким мастером, а потом и позже с мастерами этого театра, большими мастерами. Здесь было целое, приятно, великолепное мастеров театра. Ну вот это все предопределило, так сказать, дальнейшую мою жизнь, и без этой жизни актерской, без этой судьбы я не представляю свою другую жизнь. Найля Ахудова. У меня вопрос к уважаемому режиссеру. Вы знаете, я очень часто слышала театр одного актера. Я не видела таких спектаклей. Вот сегодня я побывала на спектакле, где был театр одного актера. Очень мне понравилось. У меня к вам вопрос, о какой еще и спектакле в вашем режиссуре вы можете, я лично могу увидеть. Спасибо большое, Майдон. Идут два спектакля сейчас. Это Казанова, уроки любви, буквально недавно была у нас. Это я видела. И гордость и предвуждение. Спектакли постоянно идут, которые вам уже смотрят. Я заранее извиняюсь за свой вопрос. За то, что вы гениальны, это нет сомнений. Я желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. А вот лично я вопрос хочу узнать. Есть у вас дети или нет? Но коли уже было сказано, что есть дочка, пошла ли она по вашему пути? Спасибо за вопрос. Спасибо вам за добрые пожелания в мой адрес. Тот, кто получит эту книгу, там очень много написано и о жизни моей, и о друзьях, и о моей насыщенной жизни, так же, как у каждого богинца. Но там же есть и глава, где посвящено моей семье. Хотя в общем я всегда как-то избегал разговора о семье, потому что у нас говорят, что чем дальше ты оставляешь свою семью за пределами своих разговоров, тем лучше. Да, у меня есть дочка, у меня есть внук, любимый мой внук, вот, ему уже, бог даст, скоро будет 14 лет, взрослый парень. А то, что вы сказали ваше пожелание, я желаю всем присутствующим и всем вообще, всем людям, не только нашей страны, но всем людям мира, самое главное – это здоровье. Потому что при здоровье есть желание жить, варить, искать что-то, находить что-то, делать что-то. Если нет здоровья, то это плохо. Так что вот я на фоне своих друзей, на примере своих друзей, да и на каждом, и на своем опыте, я понимаю, что когда человек чуть-чуть начинает отходить от нормальной нормы своего здоровья, он теряет какие-то интересные пожелания и желания в жизни. Поэтому я всем вам и всему миру, не дая ни на кого зла, я желаю здоровья. Вот первое – это здоровье, чтобы у всех было вот это главное. Меня зовут Милана, я приехала отдыхать к бабушке, я была в многих театрах, но этот театр самый лучший, который я видела. Я хочу этому театру пожелать удачи и самого лучшего на на свете зрителя. Спасибо, что вы видите, это наши зрители. Сколько тебе лет? Семь. Я приехала из города Москвы. Я тоже хочу, тоже к мишку. Так, Милана из города Москвы. Ты ехала сюда отдыхать, но очень хочет книжку. Я не могу. Я не могу. Продолжение следует... Продолжение следует...